Вы еще не спите. Есть Сибирь, я видела, есть Южно-Сахалинск, Новосибирь, Сургут, боже мой, в Австралии, сколько же часов сейчас в Австралии, Германия, посмотрите, мы выходим за рамки вообще просто нашего СНГ, да, Екатеринбург, Москва, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Киев, привет Киеву, Москва, Бишкек, Бурятия, Пермь, Санкт-Петербург, Вы посмотрите, Украины много, Чебоксары, Узкоминогорск, о боже, смотрите, сколько много нас всех, и сейчас у нас действительно уже несколько сотен человек на этом вебинаре, Казахстан, Челябинск, Ступино, Красноярск, так далеко, уже люди спят некоторые, но вы сейчас, в принципе, действительно хотите получить некий секрет, и действительно будет очень большой секрет, который я вам подготовила. Спасибо большое, города мы все увидели, вот, всем большой привет, наша география, отлично, настроение хорошее, вы готовы, поставьте плюсики, если вы готовы уже получить ответ на вопрос, как не планируя прийти к результатам в бизнесе. Я так понимаю, что именно этот вопрос привел вас сюда, на такую самую скучную, на мой взгляд, тему, это планирование. Если вы со мной согласны, что тема планирования, это одна из самых скучных тем, я говорю вам, как бизнес-тренер, который не только тренирует людей, предпринимателей в сетевом маркетинге, а еще просто предпринимателей, то это классическое планирование, это достаточно скучная, серьезная тема, если вы со мной согласны, поставьте цифру 5, если вы со мной согласны, что это действительно, ну, невеселая тема, будем так говорить. Вот, видите, сколько, да-да-да-да-да-да. И то, что сегодня я вам приготовила, вы знаете, это скорее такой некий компромисс, то, чем я пользуюсь, естественно, и то, какой выход я нашла из того, чтобы скучное сделать комфортным, гармоничным, то, чтобы это не напрягало, чтобы это давало хороший результат, но придем без напряжения. Я думаю, что вам это будет сегодня интересно. Давайте немножко познакомимся, хотя Елена меня представила, сейчас мы найдем, так вот сюда, вот, и она сказала, естественно, некоторые вещи, которые меня касаются, но все-таки есть люди, которые меня не знают. Поставьте, пожалуйста, минус, если вы ни разу не были на моем вебинаре, на моем семинаре, на моем тренинге вживую или просто вообще в Ютубе не видели, допустим, моих каких-то, будем так говорить, роликов. Ну, достаточно много людей. Поэтому немножко о себе, и я думаю, что для очень многих людей моя история – это некий пример того, что в сетевом маркетинге абсолютно каждый человек, который желает, может добиться очень хорошего результата. Но если мы включаем тему планирования, то, пожалуй, и без классического практически планирования это тоже возможно. Действительно, 20 лет будет в сентябре. У меня юбилей в этом году, я в сетевом маркетинге. И я за эти 20 лет пришла из профессии медсестры. Есть здесь медсестры, медицинские работники, поставьте плюсики, если вы медицинский работник, то, значит, вот. Я могу вам сказать, что у вас большое будущее, если вы, конечно, очень желаете жить не как медсестра, а жить совершенно по-другому. И я пришла из этой профессии для того, чтобы изменить качество своей жизни, чтобы стать богатой, успешной, попала на презентацию и таким образом приняла решение стать дистрибьютором. И прошла за эти 20 лет очень большой путь. Путь от простого дистрибьютора до лидера компании, до топ-лидера компании. И сегодня, естественно, есть что сказать людям, есть книга, но эта книга не просто для того, чтобы прочитать, это практикум, где она полнена книгой полностью заданиями, которые я сама лично использую в своей жизни. И таким образом вы сможете, исполнив определенные задания, понять, каким образом можно создать бестселлер своей жизни. То есть ту жизнь, которую вы сами захотите создать. Плюс ко всему, что интересно, сегодняшний результат, который у меня есть, конечно, очень многие хотят такой результат иметь. Почему? Потому что на сегодняшний день я создала несколько сетевых бизнесов, в которых продолжают работать люди, которых я обучала. И эти бизнесы продолжают работать с моими структурами. То есть, ну я вот расту, я таким образом продвигаюсь. И кроме лидера было предложено в свое время вице-президентом быть и учредителем сетевой компании, бизнес-консультантом в различных сетевых компаниях, то есть вне самой компании. На сегодняшний день я вне компании тренер по бизнесу, коуч, и буквально вот июнь-июль были пройдены, проведены такой турне как раз тренингов по этой теме планирования, где присутствовало сотни людей в разных городах. Может быть, есть люди, которые эти тренинги посетили, поставьте цифру 3, если вы побывали вот в июне-июле на тренингах по планированию в каком-либо из этих городок. Вот видите, действительно говорю то, что реально я такой практикующий тренер, практикующий практик, что интересно. Сегодня, если посмотреть на мою историю, конечно, вот в левом, будем так говорить, влево сверху, да, и это как раз вот я новый такой, новоисвещенный, как говорится, дистрибьютор Герболайфа. Вот такая вот, я такая, значит, скромная вошла в этот бизнес и мечтала 20 лет назад, как же изменить свою жизнь. Но, слава богу, через 3 года я купила себе собственную первую квартиру. Вот, сейчас, конечно, это встреча со звездами, были выступления и на 10 тысяч человек, и даже на 40 тысяч человек на стадионе. Это то, что просто нельзя передать словами, это хорошая квартира, недвижимость, много чего сегодня приобретено за это время. Я очень люблю путешествовать, если вы смотрите, то есть разные просто фотографии здесь из разных стран и городов. То есть сегодня это действительно вот так, но если я могу, если мне спросят, а планировала ли ты это, как-то вот классически распределяла ли ты время, вот что-то, я могу вам сказать, что я очень ленивый человек. Если у вас ленивые люди, поставьте цифру 4, если вы в себе ощущаете лень. Цифру 4. Вот сейчас четверки просто пойдут, особенно, я так понимаю, в сетевую маркетинг вообще все ленивые приходят. А вот эти четверки пошли, вот-вот-вот, мы с вами одной крови, потому что я всегда выбирала инструменты, которые позволяли бы мне очень гармонизировать жизнь, при этом, чтобы бизнес работал. Если вам это интересно, вот об этом мы сейчас и поговорим. Хочу вам сразу сказать, что первые 12 лет в сетевом маркетинге я очень трудно работала, прям тяжело, вот прям вот так тяжело, что вот, понимаете, вот мне деньги доставались тяжело. Я всегда думала, какой же все-таки взять секрет на вооружение для того, чтобы деньги просто вот текли рекой, прям первые 12 лет, да-да-да, 12 лет, 12 тяжело работало. И только последние вот буквально 8 лет я гармонично делаю этот бизнес с большим удовольствием, вот, и получаю намного больше результата, нежели первые 12 лет, хотя результаты тоже были. Ну, в общем, я так понимаю, что вы имеете какое-то представление более-менее обо мне, поэтому те результаты, которые есть, я думаю, что многие из этого вы бы хотели иметь, и путешествовать, и недвижимость купить, и вот недавно я купила Мерседес очередной, да. Вот, то есть я думаю, что каждый, кто из вас хотел бы поменять свое качество жизни в ближайшую пару-тройку лет? Поставьте, пожалуйста, цифру 7. Цифру 7, ближайшие буквально вот пару-тройку лет. Вот этим мы с вами сейчас и займемся, то есть мы, в принципе, посмотрим, как не планирую прийти к результатам в бизнесе. Замечательно, спасибо, что ставите семерки, что у нас сегодня с вами такой диалог. Вот, но сейчас мы посмотрим, все-таки уже, как говорится, приблизимся к той теме, я бы сказала, которая будет абсолютно не скучна сейчас. Вот, и мы с вами будем работать, работать в диалоге, работать... У всех ли есть листочки, листы, тетради и ручки? Поставьте плюсики, если у вас это уже прям подготовлено. Поставьте плюс, если вы это подготовили, и мы с вами сейчас будем... Я такой человек, я люблю давать задания, потому что через то... Просто вот слушать меня, это не имеет никакого смысла, хочу вам сказать. И все только то, что вы сделаете сейчас на бумаге в течение этого тренинга, только это, может быть, у вас запомнится. Спасибо. Итак, пожалуйста, напишите прям заголовок, пишите планирование. И сейчас я попрошу вас сделать кое-что. Мы говорим о том, что планирование – это отношение определенное. Если вы к планированию относитесь негативно, это, знаете, как негативно относиться к какому-то человеку, или к какому-то событию, или с напряжением вы относитесь, или вот, ну, не очень так положительно, я бы сказала, с любовью, да. Если вы к какому-то человеку относитесь не очень с любовью, то вы будете его избегать. Поставьте, пожалуйста, цифру 3, если вы с этим согласны. Если вы, например, какое-то событие вам не нравится, или ситуация, вы точно так же будете этого избегать. То есть это определенное отношение. И если это отношение не поменять, то, в общем-то, действительно вы будете сопротивляться этому, вы будете этого избегать. И вот планирование – это тоже прежде всего отношение и ваши чувства. Поэтому что сейчас нужно будет сделать? Написали слово «планирование». Пожалуйста, подумайте буквально 3 секунды, и какие чувства у вас возникают сейчас, именно чувства, не просто планирование, что это, допустим, это ответственность, там, да, а именно какие чувства у вас возникают. Вам радостно или вам как-то вот немножко как бы напрягает? Напишите, пожалуйста, буквально пару-тройку чувств у себя сейчас в тетради, и когда это напишите, то, пожалуйста, в чат напишите хотя бы одно чувство, которое первое приходит вам прям сразу же к вам внутрь. Смотрите, мечтательность, занудно, страшновато, спокойно, тревожно. Обратите внимание, какие чувства абсолютно разные, да, скука, лень, значит, напрягает, удовлетворенность, что у нас напряжение, так, все равно не исполнится, хорошее чувство, не успею, напрягает, уныние, грусть, неудовлетворенность, нейтрально спать хочется, вот это точно. Это как только на тренингах, я могу вам сказать, на тренингах планирования очень много людей практически спят, потому что все неинтересно. Дальше что у вас появляется? Стабильность, уже хорошо, скучно, сколько, тревога, да, тревога появляется, обеззаловка, вот эта обеззаловка, это вообще напрягает просто. Напряг, но работать потом легче. Мы же понимаем, конечно, головой, что легче, и планирование – это хорошо, но ведь вопрос в том, что если отношения не поменять, то это будет все время напрягать. Тревога, избегаю достижения успеха, уже лучше, вдохновение, зачем зря напрягаться, если все равно редко, когда идет в пану. Алена, вот это абсолютно. У меня, например, есть знакомая, которая говорит, да не буду я планировать, потому что все равно все сглажу. Все сглазят, и все сглазят, и так далее. Вялость, ясность, напряг. Если мы с вами подведем итог такой небольшой, то мы увидим, что процентов 20-30 идет позитива, и всегда так бывает, потому что есть люди очень организованные, есть люди, которые любят все планировать. Это совершенно нормально. Но основная масса людей, хочу вам сказать, это люди, которые испытывают такое напряжение, такую тревогу, действительно какое-то обязательство надо брать. И планирование вызывает чувство сопротивления, как будто вам что-то навязывают. Поставьте плюсики, если вот вы понимаете, о чем я сейчас говорю. Смотрите, откуда все это идет. Откуда все идет. Почему люди не любят планировать? Да потому что это все время какой-то страх, что не произойдет, что не исполнится. Это какую-то ответственность надо брать. Это надо ведь что-то делать, понимаете? Это же работать надо, или надо выполнять эти планы. Мало того, что планы поставят, так еще выполнять их надо. Ну ладно, выполнять это несложно может быть, но ведь это нужно выполнить так, как поставил, а тебя еще отчет возьмут и так далее. Посмотрите, с детства это на самом деле идет, почему люди не любят планировать. С детства, когда ребенок попадает в школу, у кого дети в школе, поставьте единичку. Вот у кого дети в школе сейчас не первый класс идут, а вот уже третий, четвертый и так далее, единичку. Вот вам наверняка на лето задали детям уроки, поставьте плюсики, если задали, и посмотрите, что происходит. В школе спускается план, чтобы дети обучались. Детям задают уроки. И что вырабатывается у детей? Конечно, есть дети, которым нравится учиться, но основная масса детей пришла на лето для того, чтобы отдохнуть. Вот у меня есть ребенка, 9,5 лет дочке, и таким образом она пошла на лето на каникулы, чтобы отдохнуть. Каждый день практически мы занимаемся какими-то уроками. И она говорит, мама, вообще лето существует или нет для того, чтобы отдохнуть? То есть получается, какое отношение вырабатывается к тому, чтобы некий кто-то за тебя планы эти составляет, кто-то за тебя, то есть как будто тебе навязывают. И мне приходится ей каждый раз говорить, что, дорогая моя, тебе будет проще, легче в третьем классе, вот, если ты сейчас не забудешь ничего делать. Да, вот, получается некая такая беззаловка, да, то есть детям, как бы вот, у детей вырабатывается то, что, ну, не хотят они, понимаете, эти планы выполнять. На работе посмотреть, что происходит. Конечно, я сейчас не беру людей организованных. Я сейчас говорю о тех людях, которые, как я, с линцой, конечно, не очень, которые хотят, знаете, попасть в какой-то просаг, если что-то не сделали. Не люблю, когда контролируют. Ну, таких вот людей, я думаю, что среди вас точно такие же есть, обычно в сетевой маркетинг много таких людей приходят, которые хотят свободы, но в то же время, как бы, финансовой свободы. Смотрите, значит, что на работе происходит? Вам ставят планы, вы беретесь за них, может быть, вам и не хочется это делать, и вы, у вас появляется страх, отчеты, вы должны сдать все вовремя, вы напряжены. То есть большинство людей действительно опять сопротивление, опять эти планы и так далее. Если, конечно, вы любите работать... Вот, мы сейчас не об этом такие. Даже если люди, компания ставит планы, спонсоры ставят планы, спонсор или система ставит планы, допустим, сделать определенное количество звонков в день, определенное количество встреч в день. Вот скажите, у кого это, вот если вас это напрягает, все-таки в какой-то степени именно выполнение этих планов, сначала взять, а потом выполнить, поставьте цифру 5, если напрягает. Если вы вообще радуетесь, говорите классно, просто замечательно, вот дайте мне только планы, я сейчас все сделаю, поставьте цифру... Давайте посмотрим, вот мне интересно, пятерки пошли, пятерки, посмотрите, посмотрите, вот так вот мы хотим добиться большого успеха. Посмотрите, идет огромное сопротивление, я такая же, как и вы, понимаете? С одной стороны, я понимаю, что вроде промоушена, планы, все здорово, замечательно, это принесет большой успех. И если я их выполню, и у нас есть, и в ваших компаниях есть система работы, которые уже доказали, что если вы будете исполнять эти системы, то есть идти работать по системе, что у вас будет результат, но у нас жуткое сопротивление. И почему это происходит? Потому что это вот такой, как бы выработан такой негатив к планированию, потому что вас как бы заставляют планировать и требуют отчет, или когда планируют вместо вас. Вот такое это отношение и эмоции, если их не исправить, то по большому счету выхода нет. С одной стороны, планирование хорошо, мы понимаем, что это некая дорога к тому, чтобы добиться успеха, но с другой стороны, если к этому это не любить, и к этому относиться с сопротивлением, с напряжением, то в принципе, как бы дорога никуда. Вот как же сделать так, чтобы все-таки планирование приносило очень большой такой, значит, позитив? Кто хочет об этом узнать, поставьте, пожалуйста, плюсики. Если вы хотите узнать, что как же вот все-таки изменить эту ситуацию? Как сделать так, чтобы отношение к планированию поменять? Ну, во-первых, найдите выгоду, пользу от планирования. Давайте мы с вами этим и займемся сейчас. Почему? Потому что польза или выгода – это некая мотивация. Если у вас нет мотивации прийти, например, на сегодняшний вебинар, то, естественно, вас никто не заставит. Если у вас есть, значит, если у вас есть мотивация, то я могу вам сказать, что вы сейчас отложите все-все-все и будете ставить плюсики, семерки, пятерки и так далее. Хотя у вас наверняка и семья, еще что-нибудь. Если у вас есть мотивация поехать в отпуск, вас ничего не будет держать, даже отсутствие денег, вы найдете. Я думаю, что вы со мной согласны. Так вот, значит, мы сейчас сделаем некое задание. Напишите, пожалуйста, у себя в тетрадях четыре, будем так говорить, четыре аспекта, но мы будем по очереди. Какая же выгода от того, что если мы планируем с вами отдых? Отдых. Вот можно просто по горящей путевке, просто, знаете, так с чемоданами и побежать. Но я могу вам сказать, что на самом деле горящими путевками, оказывается, не такое большое количество людей пользуется. Вот не все готовы сорваться в один день, потому что есть работа, есть время отпуска, есть семья. То есть есть много причин для того, чтобы людям планировать отпуск. Вот скажите, какая польза и выгода, напишите себе буквально три-четыре у себя, пока пишите у себя. Если вы отпуск запланируете, что же вы такого хорошего получите? Если вы у себя, вот, можно больше успеть, действительно больше успеть, например, посмотреть достопримечательности. Если вы запланировали еще некий туристический там поход внутри этой страны, да, где можно посмотреть, посмотреть разные города, даже съездить. Вы выбрали уже план, допустим, передвижения, может быть, взять машину, посмотреть то-то, то-то, вы можете больше успеть. Ну, посмотрите, здоровье, да, если я так интерпретирую, то вы можете меньше нервничать. Вот, изучить информацию, действительно, не просто, допустим, приехать и лечь на пляж, да, и никуда не выходить, а изучить информацию интересную о стране. Вот, экономия времени, больше достижений, а экономия времени будет большая. Дальше, смотрите, рассчитать траты, придумать интересную программу. Действительно, деньги, дешевле купить билеты. Посмотрите, как интересно. Если вы не написали некоторые вещи, то пишите себе. Это очень важно, мы сейчас именно об этом будем говорить. Смотрите, экономия не отразится на работе, спланированно наполовину сделано, значит, действительно, если ты планируешь, то действительно, точно уже поедешь. Не так просто, пофантазировал, да. Узнать историю страны, кто-то захочет, лучше подготовиться к поездке, было бы интересно, чтобы более точно, чтобы сказали, что конкретно лучше. Рассчитать деньги на отдых, действительно, может быть, вы, когда планируете отдых, у вас нет денег, но вы начнете их откладывать и поймете, сколько это стоит, и у вас наверняка и 100% деньги будут. Да, подкоплю денег, побыть семьей, действительно, уделить время семье, что немаловажно у нас, кстати говоря, в МЛН. Получить большой комфорт, отлично, вот Марина пишет, большой комфорт, действительно, можно, у вас есть право выбора и больше возможностей, больше ресурсов в начале, когда вы начинаете планировать, да. Так, лучше получиться, щадим нервную систему, действительно, не будем мы себе делать стресс, а наоборот, отдых. Так, все ясно, что, когда, сделано, за сколько, изучить информацию и так далее. А, подготовить домашних питомцев, кстати говоря, немаловажно. Немаловажно, не в последний момент всучить собачку или кошку, кому, кто попадется под руку. Изучить язык, спокойно, замечательно, посмотрите, сколько плюсов мы написали. Теперь мы возьмем с вами другую аспект, другую, будем так сказать, историю и посмотрим, интересно, а какая же выгода, если мы планируем здоровье свое, то есть здоровье, чувствовать себя хорошо. Напишите, опять же, себе 3-4 выгоды, в чем польза, если вы планируете что-то для того, чтобы быть здоровым. Ну, например, не знаю, там вы профилактику сделаете, диспенсеризацию, там, не знаю, денег у вас достаточно будет на всякий случай, да. Вот, но смотрите, давайте посмотрим. Ну, во-первых, рассчитать траты предвкушения новых впечатлений. Это мы пока еще про путешествия. Давайте посмотрим про здоровье. Ну, во-первых, будет хорошее настроение. Настроение. Профилактика, безусловно, профилактика болезни. Да, действительно, не так вдруг у вас возникнет что-то, и вы уже не сможете с этим сделать. Огромное количество историй по этому поводу, и просто вообще это ужасает, когда человек уже не может ничего сделать. Поэтому лучше профилактика. Но мы думаем об этом в последний момент с вами. Будешь дольше жить, увидишь больше поколений, да, ну и путешествий в том числе, да. Так, значит, предупреждение последствий, замечательная бодрость. Вот, вам не хватает энергии. Вот, смотрите, обратите внимание, если вы будете думать о том, чтобы быть здоровым, то, естественно, вам будет хватать энергии. Сделать страховку тоже немаловажно. Работоспособность увеличится. Ну, конечно, вы будете... Отличный просто, спасибо, Виктор. Значит, если вы будете энергичны, если вы будете здоровы, с хорошим настроением, значит, у вас не будет стресса, значит, у вас не будет такого слова распространенного. Депрессия у меня. Звонишь, Лёш, как твои дела? У меня депрессия. Не позаботился о здоровье, да. Смотрите, работоспособность увеличивается, настроение увеличивается, радость появляется. А скажите, к каким людям тянутся другие люди? Конечно же, к таким вот, о котором сейчас я говорила. Выбор лучшего. Не чувствовать боли. Экономить денег, сохранить, покопить энергию. Зарядка, да, вы можете сделать. На самом деле, смотрите, оказывается, есть очень... Хорошо, закрываем этот вопрос. Вы написали себе еще выгоды из этих, будем так говорить, ответов. Теперь мы поговорим с вами о таком аспекте, как взаимоотношения. И именно в семье. Скажите мне, какая выгода, напишите, почему выгодно и полезно в семье планировать ваши отношения? То есть можем с женой, с детьми, что, например, запланировать вместе, времяпрепровождение, совместные какие-то, не знаю, традиции. Что произойдет, если вы начнете планировать какие-то мероприятия, какое-то уважение даже, какое-то отношение к своим близким? Что произойдет? Какая выгода? Давайте посмотрим. Меньше нервов, меньше скандалов. Смотрите, больше знать, что и как. Пример для детей благополучия. Обратите внимание, просто потрясающие ответы. Что у нас тут? Постояние крепких отношений, сплоченность появится, гармония, меньше разногласий, гармония в семье, хорошая дружная семья. Скажите, появится ли, появится ли поддержка для вас, вот если в бизнесе, появится поддержка, если вы будете хорошо, как бы планировать хорошее отношение? Поддержка, понимание, вот Татьяна пишет, да, из Сочи, понимание, спокойствие, взаим... Ну, дорогие мои, если у вас появляются вот такие вещи, то я думаю, что ваш бизнес будет просто процветать. Поставьте плюсики, если вы со мной согласны, что если у вас будет спокойствие, если у вас будет поддержка, если у вас будет понимание, гармония в семье. Вот, поставьте плюсики, это то, что просто вам необходимо. Я говорю это, я сама это все испытывала, как это на протяжении этих 20 лет, и естественно, ваш бизнес будет развиваться. Закрываем эту тему и делаем с вами выгоду от такого понятия бизнес. Ну, понятно, что бизнес, у нас как бы такое основное понимание, в чем выгода, в чем, если вы планируете свой бизнес, планируете свой, будем так говорить, свою деятельность в MLM, если вы в MLM, или в другом, допустим, бизнесе, если вы в другом бизнесе. В чем будет выгода? Давайте напишем. Ну, финансовая перспектива, безусловно, денег будет больше, рост будет, больше будешь успевать. Равномерность развития будет, а действительно, вот у нас не будет синусоида, да, такая кардиограмма, а будет равномерность. Реализация, успех, результат будет, да, меньше рисков, кстати говоря, продвижение, значит, успевать будешь больше, шаг за шагом, видите, понимаешь, куда двигаться. Дисциплина, свобода, время для семьи. Вот обратите внимание, что появляется даже время для семьи, если ты планируешь. А не только, знаете, на 100% в работе, а потом семью ищешь долго. Внутренние спокойствия, финансы, успех, посмотрите, все, закрываем тему, спасибо большое. Смотрите, огромное количество выгод и преимуществ. Так, получается, смотрите, с ног на голову, когда мы говорим, что планирование – это скучно, это неинтересно, и мы делаем это от раз к разу, да, то, значит, мы фокусируемся именно на слово «надо». Надо планировать звонки, надо планировать встречи, да, я предлагаю вам фокусироваться на выгоду. Посмотрите, фокусируйтесь на что, если вы хотите в бизнесе спокойствия, результата, уверенности, повышенного, высокого стиля жизни, денег, роста, карьера. Если вы хотите, вот, фокусируйтесь на это, то, значит, результат этого всего – это, конечно же, планирование. Алло, алло, слышно меня? Ну, прекрасно, все, мы справились, мы справились. Замечательно. Ну, у вас было время для того, чтобы сделать задание определенное, да? Вот, и давайте мы, я напомню, вернее, мы на чем остановились с вами. Итак, мы с вами сделали, посмотрели выгоды на, чтобы планировать здоровье, отдых, отношения, бизнес. И очень часто мы фокусируемся на то, что надо планировать. Но если вы начнете фокусироваться на выгоды от всех вещей, которые мы сейчас с вами, как бы, ну, продумали, да, проделали, я бы сказала, и возьмете любые другие сферы нашей жизни, и вы будете фокусироваться на выгоды, то таким образом вы сможете, естественно, сделать другую мотивацию для того, чтобы начать планировать. Если вы хотите в бизнесе результата, уверенности, построение карьера, хорошего стиля жизни, если вы начнете концентрироваться на это, именно фокус делать, то для вас планирование это будет сумасшедшая выгодная вещь. Если вы со мной согласны, поставьте плюсики, если согласны именно с этим. Замечательно. Ну, я могу сказать вам, что есть ли среди вас люди, которые думают, что они вот не очень организованы, и они не умеют планировать. Поставьте, пожалуйста, цифру 3, если вы так думаете. Что вы вот, ну, действительно не очень умеете, не особо организованы. Мне для вас сейчас большой сюрприз будет. А вот тройки пошли. Замечательно. Ну, смотрите. Значит, если мы сейчас будем рассматривать планирование с точки зрения безусловного, как безусловная любовь, она вот есть, понимаете, ее никуда не денешь. Точно так же безусловное планирование говорит о том, что вы умеете планировать, просто у вас это заложено, заложено с рождения. Если среди вас люди, которые сейчас в первый класс направляют своих детей, поставьте, пожалуйста, один цифру, кто идет в первый класс. У кого дети, вернее, идут в первый класс. Поставьте цифру один. Есть такие у нас. Вот, смотрите, пошли первоклассники. Вот у вас сейчас самая-самая такая пора подготовки в первый класс. Вот вы и внучки, дети. Смотрите, как интересно. Если среди вас люди, внимательно сейчас послушайте, если среди вас люди, которые когда-то устраивали необыкновенный день рождения со сценарием, вот с таким прям праздником, таким необыкновенным, поставьте цифру два. Если среди вас есть такие люди, которые устраивали прям необыкновенные, красивые, такой прям сценарный день рождения себе или вот кому-то, вы были организатором этого дня рождения. Замечательно. Есть ли среди вас люди, которые были организатором чьей-то свадьбы? Ну, я не знаю, может быть, это даже ваша свадьба, но вы были организатором. Цифру три поставьте, пожалуйста. Вот Нина, молодец, прям три. Правильно. Цифру три. Смотрите, у нас сейчас прям полная пойдет таблица числовая. Хорошо. Если среди вас люди, которые в этом году, например, или в прошлом году планировали отпуск, уже съездили или сейчас планируют отпуск, то есть являются организатором отпуска, который вы поедете куда-нибудь, поставьте цифру четыре. Читаете мои мысли уже. Прекрасно. Мы с вами прям, как говорится, одной крови, одних мыслей. Это вообще радует. Замечательно. Если среди вас люди, которые покупали когда-то квартиру или дом, поставьте, пожалуйста, цифру пять. Если вы лично покупали квартиру, дом, цифру пять. Замечательно. И если вы покупали машину, то поставьте цифру шесть. То есть вы сами лично, никто вам не дарил, а покупали машину сами лично. Особенно те люди, которых не было сначала денег, а потом они вдруг появились откуда-то. И такие тоже варианты есть. Но я могу вам сказать, что очень интересно получается. Сейчас берем тетрадку. Выберите, пожалуйста, какое-либо из этих мероприятий, в котором вы были самым хорошим организатором. Либо первый класс, либо день рождения, либо свадьба, отпуск, покупка какая-то. Такая значимая. Пожалуйста, поставьте себе это мероприятие прямо в центре, как заголовок. Допустим, я организовывал свадьбу. Прямо пишите, я организовывал свадьбу, я организатор свадьбы. Напишите себе. Мне сейчас в чат не надо ничего писать, потому что сейчас будет небольшое задание для себя лично, потом которое вы продолжите. Но то, что я вам сейчас дам, некий алгоритм, позволит в бизнесе добиться очень больших результатов, при этом абсолютно не классический план. Смотрите, написали, поставьте плюсики, если вы выбрали уже мероприятие, с которым вы сейчас будете работать. Плюсы поставьте. Замечательно. Замечательно. Ну, у нас уже вот за 500 человек перевалило, даже больше. Я так понимаю, что всем интересна тема планирования, особенно когда его не надо планировать. Замечательно. Теперь смотрите, у нас есть 5 вопросов. Записываем вопросы. На слайде их не будет. Первый вопрос. Пишите мероприятие или это будет цель. Ну, то есть мероприятие это тоже как цель. Запишите у себя первое цель или через слэш мероприятие, какое-то событие. Второй вопрос. С чего вы начинали? Пока вопросы пишем, сейчас будем отвечать на них. С чего начинали это мероприятие? Допустим, свадьба. Пишем, первое, это свадьба. Допустим, я организовал свадьбу. Второе пишем, с чего я начинал. Подождите пока с ответами. Третье пишем, какие действия я делал. Четвертое пишем, значит, третье это действие. Четвертое, что получил, что получил в итоге, после того, как все сделано было. И пятое, что испытал. Что вы испытали, когда вы это получили на выходе? Теперь, пожалуйста, я даю вам буквально одну минуту, даже меньше, потому что вы сейчас начнете делать, обязательно продолжите, если вы хотите действительно этим навыком начать овладеть. Напишите буквально ответы на эти вопросы. С чего вы начинали? Пока будете писать, я буду вспоминать те ответы, которые мы получили за июнь и июль в турне, когда я проводила тренинг по планированию, от людей, от сотен людей. И они практически, хочу вам сказать секрет, такой вывод, да, что они все были почему-то практически одинаковы. Ну, во-первых, цель это определенная. Вы уже выбрали, с чего же начинали. Люди начинали либо с желания, либо с какого-то сценария, либо с прописания действительно, что будет конкретно. Если это свадьба, значит, так, свадьба, сценарий такой-то, значит, такие-то будут ресурсы, такой-то будет план действий. То есть вы садились и писали, столько будет гостей, где это будет, к кому надо обратиться, где будем покупать одежду, где будем ресторан, а может быть это будет не ресторан. Вы садились и начинали просматривать различные варианты. Затем вы начали действовать по тем вариантам, которые вы проходили. Очень часто бывало так, что люди первый раз столкнулись со многими вещами, которые они в жизни никогда не пробовали, потому что это не касалось их жизни. И при этом они начинали в это въезжать, в этом разбираться, и они начинали совершенно спокойно в этом плавать. Затем, кого мы не спросили, что вы получили, и все сказали, получили результат. Напишите, пожалуйста, вот ответ на последний вопрос, что же вы все-таки получили. Но закончилось все разводом, я так понимаю, что вы планировали развод, да? Я понимаю, что Сергей пошутил, хорошая шутка, кстати говоря, это всегда здорово, но все-таки мы сейчас говорим о том мероприятии, которое вы организовали. Развод тоже, кстати, организовать надо. Значит, мы сейчас пишем то, что вы, что получили в итоге, что получили. Удовольствие получили, удовольствие, радость, радость, что есть своя недвижимость, радость. Все прошло отлично. Хорошее настроение, удовольствие, радость, эйфорию. Смотрите, даже можете написать, что испытали. Вот пятый даже вопрос. Что получили? Получили результат. Получили все, я без исключения практически могу вам сказать, сто процентов людей, которые организовали какие-либо мероприятия, которые перед собой поставили, значит, все люди ответили, мы получили результат. Мы действительно получили все, что захотели, все, что запланировали. Планировали, вот, и испытали, конечно, огромную радость. Смотрите, удовлетворение, счастье, вдохновение. Офигеть, я это сделала, Александра пишет. Результат, радость от достигнутого удовлетворения. Посмотрите, дорогие мои, вы действительно можете планировать с самого раннего детства. Это заложено у нас. Я не знаю, как это заложено, каким заложено, но в любом случае это безусловно такой инстинкт, когда либо вас ставят перед фактом, что вам надо планировать, когда вы ведете ребенка в первый класс, и вы подготавливаетесь, вы делаете, вы у кого-то спрашиваете, если что-то не знаете. Или когда вы, допустим, свадьба, вам пришли ваши дети и сказали, мама дорогая, папа дорогой, у нас свадьба, да, и вот вы начинаете планировать садиться. Либо это какая-то необходимость, перед которой вас ставят, и вы совершенно спокойно начинаете планировать и достигать результата. Важны результаты, ведь в нашем бизнесе важен результат. Или ваше желание руководит тем, что вы достигаете результата. Это значит, как машину купить, или дом, например, или отпуск. Это уже ваше желание. Или день рождения отпраздновать, это тоже ваше желание. Поэтому смотрите, вы все абсолютно умеете достигать результата, и этот алгоритм из пяти вопросов вы можете сделать бизнес. Вы можете просто поставить цель. Какая цель в бизнесе? Зачем вы сюда пришли? Что вы хотите получить? Дальше, с чего вам начать? Вы прописываете дальше. Какие ресурсы взять? Какой сценарий прописать лично для себя? Какой план действий? Какие действия начать делать согласно всему, что прописали, и все, что будете использовать? Вы поймете, что есть вещи, которые вы никогда не делали. Это вам не свойственно. Что-то многое вы, может быть, не знаете. Но не страшно. Свадьбу тоже, может быть, вы первый раз играли в жизни, и все узнали, и как шарики надуваются, и как тортики пекутся, и так далее. Дальше. Все вы в бизнесе, если пройдете по этому алгоритму, вы все получите результат. Это абсолютно. Это, на мой взгляд, некая такая аксиома, такой алгоритм-аксиома. Главное, что вы это умеете делать. Вопрос в том, что вы где-то, где-то подумали, что вы не умеете планировать, что вы не умеете организовывать себя. Вы все умеете. Вы все это умеете. Я вам только что сейчас это показала, что каждый из вас может являться хорошим организатором. И, конечно же, когда у вас будет результат в бизнесе, вы можете испытать только то, что вы написали. Посмотрите, счастье, прилив энергии, благодарность, восторг. Вот вы же хотите этого. Ради бога. Но самое главное, что у вас будет полная гармония внутри самим собой, что вы это получили. Планирование – это, в свою очередь, конечно, преимущество. И мы все с вами любим преимущество от чего-либо или от каких-то событий. Вообще, выгоду от чего-то. Мы всегда ищем эту выгоду. И планирование имеет, на мой взгляд, три преимущества, которые позволяют вам экономить время, средства, энергию. Если вы планируете, то вы получаете конкретные желаемые результаты. Не абы что, а именно конкретные результаты. Вот очень хорошо здесь Бернард Шоу сказал такое выражение, которое мне очень понравилось. Сделай так, чтобы получить то, что ты хочешь, иначе тебе придется любить то, что ты получишь. Я могу сказать вам, что, я думаю, что вы со мной согласитесь, что большинство людей не просто любит то, что получает, а даже и не любит, но получает. Поэтому в ваших руках сейчас делать то, чтобы иметь конкретные желаемые результаты, и, естественно, ими наслаждаться. Следующее преимущество – это, конечно, может расставить приоритеты, то есть повысить эффективность действий. О чем это говорит? О том, что вы не будете делать лишних каких-то действий. Именно лишних. Помогает повысить уверенность в себе. Смотрите, что интересно. Давайте посмотрим с вами такую вещь. Вы когда-нибудь испытывали такое, знаете, раздвоение, когда вы что-то, какое-то решение еще не приняли, и вы как бы на одном берегу одной ногой стоите, на втором берегу другой ногой стоите. Было у вас такое, и вы как будто зависли, и у вас какая-то неуверенность. Поставьте плюсы, если действительно вы поняли, о чем сейчас я говорю. И вот вы неуверенность испытываете, пока не принято решение. Плюсов много. И точно так же это у каждого человека. Но как только принято решение, сразу же у вас появляется уверенность. Поставьте тоже, допустим, поставьте единичку, если на самом деле так. То есть у вас появляется сразу же уверенность, а раз решение принято, значит, нужен план действий. Значит, планирование повышает эффективность и повышает уверенность в себе. И Авраам Лингвольд сказал очень тоже интересную вещь. Золотая фраза. Большинство людей счастливы настолько, насколько они решили быть счастливыми. То есть точно так же, если перефразировать, на большинство людей богаты настолько, насколько они решили быть богатыми, здоровы настолько, чтобы они решили быть здоровыми. Насколько решили быть здоровыми. Вот, следующий, как бы, знаете, вот если мы возьмем сегодня некий такой бриллиант, следующая такая грань планирования, конечно, это привычка. Мы вообще с вами рабы привычек. Поставьте плюсы, кто считает, что мы рабы привычек. Ну, это однозначно, это уже даже проверять не надо, ничего доказывать не надо. Мы с вами во всех ситуациях поступаем согласно тому, как мы привыкли поступать. Поэтому планирование – это действительно привычка. И сейчас мне хотелось бы вам показать, как эту привычку можно поменять. Ну, ассоциация будет, естественно, не по планированию, а ассоциация как худеть. Вот есть ли у вас люди, которые хотели бы сбросить вес, похудеть? Поставьте, пожалуйста, цифру 7. И я тоже прям практически вот 7 ставлю. Я тоже борюсь вот за этот вот как бы лишний, с лишним с этим весом. Вот, семерка моя пошла тоже, как говорится. Я постоянно что-нибудь сбрасываю, как говорится. Вот. Поэтому смотрите, какая интересная вещь. Значит, есть люди, которые вот в этом вопросе тоже стараются похудеть. Посмотрите. То есть вы как стараетесь похудеть, вот как бы сбрасывать вес, вот точно так же и планировать начнете. Сейчас вы будете узнавать себя. Значит, смотрите, вы решили себе, я хочу, значит, сбросить вес. Ну, и я, значит, что же я буду делать? Вот есть люди, которых и привычка сбрасывать вес жестка, чем я назвала. Это здесь жесткий такой подход. Если я хочу сбросить вес, значит, я вот хочу сейчас прям 5 килограммов 3 дня сбросить. И что эти люди делают? Во-первых, это люди, которые очень быстро зажигаются. Вот после нашего вебинара будут люди, какая-то часть людей, которые скажут, о, я теперь планировать буду все, я теперь возьму ежедневник, распланирую все часы, минуты, и буду просто как в Германии, если ко мне познакомый позвонит и скажет, слушай, можно мы с тобой встретимся? Я скажу, сейчас я посмотрю ежедневник, нет у меня времени, нету, ну и так далее. Знаете, такой из-за разряда курьезов практически получается. Вопрос в том, что когда такой человек зажигается, он хочет всего и сразу. Вот если вы таких людей знаете, то поставьте цифру 5, вот, или, может быть, вы такой человек. То есть эти люди, они быстро начинают очень хотеть результата, они начинают вообще есть, пить один кефир, есть одну морковь. Вы знаете, даже результат появляется. Но люди в таком режиме не могут выдержать долго, к сожалению. Вот даже спортсмены, которые, допустим, соревнуются и хотят добиться олимпийского, допустим, какой победы, это люди, которые делают, они не могут в таких жестких условиях постоянно находиться, потому что будет срыв. Потому что чем больше напряжена пружина, тем быстрее она просто вот взорвется. То есть, и конечно, вы срываетесь, когда вот похудение вот таким образом происходит. Но ведь это же привычка, вы действуете в любых ситуациях одинаково. И поэтому, если вы начинаете жестко планировать, то вам это непривычно. То есть, вы никогда этого не делали. И вдруг вы распланировали каждую секунду. Вы в таком режиме можете выдержать буквально неделю. Потом вы бросите все это, забросите, вы сорветесь. И вы скажете, да, в общем, все, не надо мне никакого планирования, мне ничего не надо. Потому что вы просто будете напряжены и сорветесь. Я могу вам сказать, что причин такого срыва, что у таких людей никогда не бывает какой-то вдохновляющей цели. Потому что вот они раз решили и начали действовать. А зачем они худеют? Какая ценность от этого? Или зачем вы будете планировать? Что вам это вот такое придает? Мотивации нету серьезной. И знаете, что происходит в голове внутри тех людей, которые срываются? Человек думает, вот когда срывается с диеты, человек думает, у меня происходит, вернее, у меня никогда ничего не получится. Вот как говорят, я же так и сказал, что вот я планировал, и все сорвалось. Понимаете? Вот, в этом вся соль, правильно. Вот, и в голове что происходит? Да пусть так и будет. Пусть эти лишние килограммы, пусть я буду жить без планирования. Вообще пофигу мороза и так далее. Вот. А еще, например, такие люди думают, это не та диета. Найду другую. А что люди делают по планированию, с той же привычкой? Они говорят, ну, тренинг ярославцевый, конечно, хорош, но это не тренинг, который не работает на меня. Пойду-ка я пойду на другой тренинг другого спикера. Я могу вам сказать, что, дорогие мои, про планирование, наверное, рассказать что-то большее практически невозможно. Это вот либо иметь к этому отношение и мотивацию, тогда это будет работать, либо не иметь. А что-то искать, какой-то секрет в одной и той же бочке, в принципе, невозможно, потому что все уже рассказано. Поэтому надо понимать, что привычка в жестком режиме себя держать, но при этом вы можете сорваться, это не самый лучший вариант, когда планирование будет приносить в вашу жизнь какие-то результаты. Есть вторая привычка, то есть это вот тип людей, которые назвала недодел. Ну, знаете, недодел, недодел, недоел, недопил, как говорится. Смотрите, если это касается похудения, если среди вас есть люди, которые вот такой привычкой, как бы имеют такую привычку вообще по жизни, то поставьте цифру 5. Смотрите, что за привычка. Вы поставили цель сбросить 10 килограммов. Все нормально, хорошее, как бы не надо жесткого, все нормально, вы осознанно это делаете, сбросили 5. И радуетесь, потому что уже как бы и в зеркале себя радуете. И сказали себе, да, ну и хорошо, в общем-то замечательно, ничего страшного, пойду я булку съем, 5 килограмм тоже хорошо. Вот, цифры 5 пошли. По планированию привычка будет воздействовать то же самое. Вы будете 2 недели планировать, главный результат получите. Но потом лень одолеет. Знаете, такая лень, скажете, нафиг надо, но самое главное, что и результат был. Но если бы вы продолжили бы чуть-чуть дальше, то был бы сумасшедший классный результат. Дело в том, что промежуточная цель, это всегда, вы знаете, лишает вас того, что вы могли бы иметь. И вы можете достичь цели иметь Жигули или Рено, но никогда не будете знать, что такое Мерседес и что такое Борше. Вы будете, вы поедете в Турцию, но никогда не будете, допустим, отдыхать на Мальдивах и Бали, потому что вы чуть-чуть не дошли. И это касается всех сфер жизни. Промежуточная цель, это некий такой середний цель, промежуточная гармония, как я называю, да. Вот, вы будете всегда лишать себя чего-то большего, но самое главное, что вы можете эту привычку поменять. Поменять на привычку, которую назвала я стиль Пи, то есть или правильное питание, или стиль планирования, как хотите. Смотрите, если касается, вы имеете привычку ко всему подходить осознанно. Вы сказали, я хочу сбросить вес, я знаю, зачем мне это надо, или здоровье, или эстетический какой-то вид, да, или, может быть, я замуж хочу выйти, на работу устроиться. Вы понимаете очень осознанно, для чего вам это надо. Вы радуетесь первым результатом, вы не огорчаетесь, когда вес встает, вот, вы продолжаете действовать, да, и вы вырабатываете новую привычку. Если касается это планирования, это все то же самое. Это не вопрос перестановки декорации, пусть это будет похудение, или там планирование, или еще что-либо, взаимоотношения, или бизнес, кстати говоря. Это будет все одинаково, дорогие мои. Это ваше привычное поведение. То есть, если вы знаете, зачем вам нужно планировать, вы будете радоваться первым результатом, потому что обязательно планирование даст результат. Вы будете всегда действовать постепенно, но постоянно, и вы получите результат надолго. То есть, вы получите привычку новую, которую я назвала стильпи. Таким образом, что такое новая привычка в моем понимании? Помните, я вам сказала, что я не люблю планировать в классическом понимании этого слова, но при этом вы видели, каких результатов в жизни я достигла благодаря сетевому маркетингу, благодаря вот своему определенному отношению к планированию. Есть три вещи, которые я выделяю. Во-первых, знать свой курс. Всегда знайте свой курс. Куда вы идете. Почему? Потому что если вы не знаете, куда вы идете, и зачем вам это надо, то это первая ошибка будет. Поэтому новая привычка, когда вы действительно хотите устойчивого результата, понимайте, куда вы направляете свой корабль. Второе, держите фокус. Возьмите бинокль, делайте себе бинокулярное зрение, которое позволяет видеть вам очень четко вашу цель, но при этом не видеть все ограничения, все стереотипы, все мнения, которые будут мешать достигать вашу цель. То есть, держите всегда фокус. Фокус. Держите фокус. Давайте мы посмотрим звук. От 1 до 10. Есть ли звук? От 1 до 10 поставьте звук. Есть ли звук? От 1 до 10 поставьте, пожалуйста, звук. Десятки пошли. Замечательно. Звук есть? Ага. Остальные, пожалуйста, напишите, чтобы перезагрузились. Значит, знайте свой курс. Держите фокус. И, конечно же, действуйте. Вы можете знать, куда хотите прийти. Вы можете держать фокус, но при этом перестать не действовать. И действительно не будет новой привычки. Новая привычка. 21 день. Попробуйте сделать вот эти три вещи. 21. Контролируй себя. И вы посмотрите, что это обязательно приведет к результату. И взяв алгоритм того, что вы хотите, естественно, тот, который мы с вами говорили про 5 вопросов. Планирование, дорогие мои, это инструмент достижения свободы. А если вы хотите достичь свободы, то поставьте, пожалуйста, цифру 7, если вы хотите достичь свободы в своей жизни. Финансовые свободы, свобода намерений, свобода выбора, свобода принятия решения. Поставьте, пожалуйста, цифру 7, если вы действительно этого хотите. Домашнее задание. Сейчас мы его не будем делать, потому что он требует, как бы, такого, знаете, сосредоточения, концентрации. Поэтому, пожалуйста, запишите домашнее задание. Как вы видите свою свободу? Что такое свобода для вас? Пожалуйста, уйдите от стереотипов, которые вам навязывает общество, навязывают СМИ, телевидение. Возьмите свободу для вас, для себя. Может быть, для вас свобода купить домик в глухой деревне и вообще никого не видеть, не слышать, а только слышать пение птиц. Когда я занялась бизнесом, я очень захотела финансовой свободы. Но что такое финансовая свобода? Сколько это денег? И я в то время хотела, сказала себе, что хочу иметь недвижимость, которая дает мне пассивный доход. Я хочу иметь бизнес, который работает вне моего присутствия активного. И я работала именно на это. Сегодня я имею то и другое. И таким образом, таким образом, я понимала очень хорошо, четкую картинку для себя прописала, что такое свобода для меня. Это огромное количество свободного времени. Это свобода принимать решения. Это достаточный пассивный доход. Несколько сотен рублей пассивного дохода, чтобы я не думала о том, чтобы зарабатывать деньги. Кстати говоря, очень интересную вещь вам скажу. У нас выступают разные спикеры, и вы слышите разных спикеров. И в сетевом бизнесе мы, будем так говорить, ну, немного извращенно понимаем возможность доходов, на мой взгляд. Мы, очень многие люди говорят о миллионах, миллионах, миллионах. Но вот в Германии есть университет, в котором преподается как наука сетевой маркетинг. И было проведено исследование. И были проведены цифры, не помню, ну, в смысле точно, но я могу вам сказать некие пропорции, что в сетевом маркетинге, оказывается, во всем мире, при том, что 100 миллионов человек в сетевом маркетинге задействовано, я хочу вам сказать, всего лишь 3% где-то людей, которые являются миллионерами. Миллионерами действительно в этом сетевом маркетинге. А потом идет прослойка людей, которые действительно очень хорошо зарабатывают в размере 10 тысяч долларов ежемесячно, 10-15 тысяч долларов. И это тоже небольшая прослойка людей, процентов где-то 10-15. А большая прослойка людей, огромная прослойка людей, это люди, которые зарабатывают до 100 тысяч рублей в месяц. И еще большая прослойка людей, которые просто зарабатывают 15-20 тысяч рублей ежемесячно, как дополнительный доход. И это очень извращенно говорим, что мы все хотим стать миллионерами. Я хочу вам сказать, открыть, может быть, секрет, а может быть, вы со мной согласитесь, если согласитесь, поставьте плюсик, что люди, которые в сетевом маркетинге на протяжении 2-3-5-10 лет зарабатывают 300 тысяч рублей, ну, 10 тысяч долларов ежемесячно, это очень обеспеченные люди, это просто обеспеченные люди, это круче любого вам предпринимателя. Поэтому, если вы начнете зарабатывать 200 тысяч ежемесячно на протяжении достаточно большого количества лет, я вас поздравляю, и это будет та, тот, хорошей, хорошей возможностью, которая будет являться свободой вам в вашей жизни, любой свободой. Поэтому запланируйте себе не миллионы, может быть, я, конечно, не говорю про всех, но я вам рекомендую, просто основываясь на статистике, запланируйте себе 100, 200, 300 тысяч рублей ежемесячно, приблизительно от 5 до 10 тысяч долларов ежемесячно, и вы будете счастливы. Почему? Потому что сначала вы отдадите все кредиты, все займы, вы, как бы, вы просто накупаете все в магазинах, что вы хотели и не могли себе позволить, но наступит момент, я вам точно могу сказать по себе, наступит момент, когда у вас будет очень много уже всего, а денег будет излишек. Когда я услышала эту фразу, я сказала себе, ну, конечно, вам хорошо говорить, когда у вас излишек, но я могу вам сказать, что это действительно так, дорогие мои, это работает. Просто будьте немного в реальности своей и достигайте 30 тысяч рублей, 50, 100 тысяч, 150, 200 тысяч, и вы уже будете очень обеспеченными людьми. Вопрос, что это позволит вам дать свободу на протяжении большого количества времени. Следующее, будем так говорить, подытожим с вами все, о чем мы говорили. Планирование – это, конечно же, отношения, ваше отношение. Если оно будет негативным, то будет напряжение, и, естественно, ничего не произойдет в вашем развитии и росте. Если не будет мотивации к тому, чтобы вообще в жизни куда-то расти, если не будет мотивации делать это планирование, то, естественно, это не поможет. Конечно, если вы знаете преимущества и у вас появляется новая привычка планировать свою свободу, именно свободу планировать, знать, как она выглядит для вас лично, и вы будете понимать, что нужно просто держать курс и держать фокус и действовать в этом направлении, то вы все потом сможете сделать. Вы сможете поставить сценарий, создать план действий, поднять ресурсы, сделать выборы, начать действовать, но самое главное, вы будете действовать с радостью, вы будете точно получать результаты, потому что вы это умеете делать. Скажите мне такой ответ на такой вопрос. Хотели бы вы открыть для себя денежный поток? Я думаю, что вы слышали это выражение, поставьте цифру 5, если вы хотите. Я думаю, что вы слышали такое выражение, как денежный поток, начиная от Роберта Киосаки, потом это был фильм «Секрет», книги «Секрет». И вот денежный поток, вы знаете, много лет, хочу вам сказать, ну как много, несколько лет я пыталась открыть этот кран. Кран заржавел, просто вообще не открывался. У кого вот такая ситуация, что кран ржавый, вот никак не откроется, поставьте плюсики. Вы его открываете, вы приходите на разные тренинги, вы читаете кучу книг, вы уже просто вообще стали информационным гением, а кран ржавый, прям не открывается. Поставьте плюсы, если бы вас прям заржавел кран, что вы хотите его открыть. Значит, на самом деле денежный поток можно научиться планировать. И сначала я по наитию к этому пришла, чисто интуитивно, потом я увидела информационные такие подкрепления своим действиям. Но я могу вам сказать, что если вы хотите узнать, как я за очень небольшое количество лет, буквально за несколько лет, построила свой дом, купила несколько квартир, несколько машин очень хороших, как я построила несколько бизнесов. То есть, как я здесь, и по все остальное, по мелочи, да, то, пожалуйста, у вас есть ссылка ярославцева.com.pdp, то есть это называется планирование денежного потока. Вы таким образом можете на эту ссылку выйти и там получить просто мою видеорекомендацию, видеоролик. Я специально для вас создала «Как открыть денежный поток». Значит, просто я сейчас вам пропишу, секундочку, ссылочку дам, и вы сможете совершенно спокойно там это получить, потому что сейчас мы, к сожалению, не будем на это тратить время, потому что целая интересная история. Так, вот так вот, наверное, я вам ссылку скинула. Прошла ссылочка. Да, ну только маленькими буквами, конечно, почему-то у меня большими все пошло. Ярославцева.com.pdp, то есть планирование денежного потока. Итак, мы с вами сейчас поменяли, будем так говорить, отношение к планированию. Скажите, пожалуйста, вот у кого поменялось отношение к планированию, что планирование, что все это все-таки действительно выгодная вещь. Поставьте, пожалуйста, плюсики, если действительно поменялось у вас буквально за минут 40 отношение к тому, что планировать действительно это очень выгодно. Замечательно. Значит, в принципе, я достигла, как говорится, того, чего хотела, и сейчас буквально пару минут я потрачу на то, что же мешает реализации планов. Почему? Потому что это одно из важных моментов, когда действительно планы могут срываться и мешать. Смотрите, на мой взгляд, есть четыре этапа, которые вы можете сейчас или сфотографировать, либо прописать. Четыре этапа, чтобы ваши планы реализовались. И каждый этап идет друг за другом. Первое – это поставить цель. Второе – это составить план. Третье – это действовать. И четвертое – результат отпраздновать. И вот смотрите, есть четыре типа людей, которые какой-то из этих этапов убирают. Вы сейчас увидите себя или ваших, будем так говорить, партнеров или ваших знакомых, людей, которые какому-то из этих типов соответствуют. Трудоболики. Они убирают четвертый пункт. Смотрите, есть люди, которые ставят цель, план поставили, действуют, но при этом не празднуют результат. Они сразу, когда действовали, получили результат, они сразу же ставят другую цель. Праздновать некогда. Мы бежим, действуем и так далее. Хочу вам сказать, что среди вот этих типов людей, среди этого сектора трудоголиков, самое большое количество выгоревших людей в сетевом маркетинге. Людей, которые вообще не хотят даже знать о сетевом маркетинге. Вот я была точно таким же человеком. Я вам говорила, что 12 лет у меня тяжелейший трудоголизм был в сетевом маркетинге. И я уходила на какое-то время вообще из сети и сказала, ничего не хочу, не хочу никого слышать и так далее. Вот, потому что не умела праздновать. Потом я пересмотрела все это дело и, в общем, естественно, исправила. Есть люди-порожняки, то есть люди, которые убирают пункт номер один. Смотрите, они сразу же говорят, да, план сейчас составим, какую карьерную лестницу нам надо с собой постичь, сколько товарооборота сделать, сколько людей подключить. Составили план, пошли действовать, даже отпраздновали, но не поняли зачем. И вот этот порожняк, это, знаете, такой вагон пустой, непонятно, куда он идет. Люди, которые вообще не понимают, зачем они встречаются с людьми, делают и так далее. Дальше, конечно, естественно, планов никаких не будет достигнут. Есть третий тип людей, это люди-хаос, я их называю. Это люди, которые исключают второй пункт этого круга. То есть они поставили цель, начали действовать, и вот они делают, даже получили результат какой-то, но делают столько лишних вещей. Просто огромное количество вещей. Что значит праздновать? Тут ведь Бог знает, что можно представить. Дорогие мои, как хотите, празднуйте. Ну, хотели пойти, не знаю, взяли и отпраздновали. Это уж действительно ваше... Самое главное, чтобы вы удовольствие получили. Так вот и празднуйте. Вот, люди делают типа хаос, люди делают огромное количество лишних вещей. Таким образом, результат они получают, но при этом эффективность очень маленькая, потому что нету планов. И очень много тратит времени, энергия и очень много хаоса в действии этих людей. Люди, которые в Нирване, вы знаете, сейчас таких людей, они любят посещать мероприятия. Это люди, которые, знаете, поставили цель, распланировали все и пошли праздновать. Прямо говорят, давайте отпразднуем наш результат, который вот мы поставим и который мы запланировали. Знаете таких людей, поставьте прям буквально цифру 3, если таких людей знаете. Знаете, они все время празднуют, все время вам глобальные цели будут рассказывать, да, какие они молодцы, что они будут делать, но только забывают действовать. Вот благодаря этой схеме вы можете полностью диагностировать своих партнеров и, естественно, помочь им восстановить этот круг, восстановить, значит, все эти 4 этапа планирования. И, конечно же, я вам сейчас буквально пару минут дам очень интересный инструмент. Скажите, есть ли среди вас люди, которые делают много правильных действий, но стоят на месте? Поставьте цифру, давайте цифру 8. Вот вы делаете, делаете, а все на месте стоите. Вот для вас, кстати говоря, очень серьезный такой инструмент, который мне хочется дать, потому что он действительно работает. Значит, причина, почему нет движения вперед, потому что ваши действия не связаны с вашим планируемым результатом. Вы не понимаете, зачем вы делаете действия, хотя вроде как все очевидно, да, зачем вы проводите встречи. Но сделайте такое домашнее задание. Вы возьмете ежедневник и какие действия будете планировать в течение, допустим, следующего дня, завтрашнего, напишите в левой колонке. А в правой колонке напишите, какой планируете результат, зачем вам это, какой смысл проведения данного действия. Таким образом вы будете закладывать правильную программу в свои мозги для того, чтобы создать финансовую свободу, придать смысл вашему действиям. Например, слева у вас написано, я провожу презентацию бизнеса своему кандидату. Ну, мы все проводим презентации бизнеса. А справа вы пишете, какой смысл вообще этой встречи. Вы пишете, я, значит, расширяю свою первую линию. Ну, и нормально расширяй. А вопрос, а зачем? А затем, чтобы перейти на другую квалификацию. А зачем? А затем, чтобы увеличить количество денег, которые я получу. А какие деньги? А я получу 2000 евро. А зачем ты получишь 2000 евро? Ой, я куплю себе шубу. Ну, я женщина, да. И вы говорите себе, о, я проведу встречу кандидату, а программа у вас уже заложена, что шуба-то вот она мотивацией греет. И вы не зациклены на том, чтобы его там рекрутировать, а вы просто получаете удовольствие от того, что вы с ним общаетесь. Почему? Потому что это не становится, знаете, такой обязаловкой, да, провести встречи, потому что, ну, такое, знаете, напряжение. А вы это делаете со смыслом, потому что это вот вы бизнес строите, который вам вот 2000 евро скоро будет, скоро шубка появится. Или, например, вы заходите в, допустим, в салон, автосалон, посмотреть машину, которую готовы купить. Не важно, какие мероприятия могут вы запланировать. Зачем? Может быть, за тем, чтобы сфотографироваться с ней. Со смыслом проделываете это дело? Взять, допустим, для визуализации, для своего калаша, фотографии этой машины. Посидеть на ней, тест-драйв пройти. Пусть в каждом вашем действии будет некий смысл, но этот смысл пропишите. Я вас уверяю, если вы проведете вот это, как бы, задание сделаете на протяжении 21 дня, ваша жизнь дополнится таким смыслом, что вы будете получать радость от любого мероприятия. Но самое главное, что вы будете двигаться вперед. Поэтому, если вы меня, как бы, поняли, как бы, это задание, то мы движемся вперед. Поставьте цифру 1, если вам все понятно. Замечательно. И, конечно, есть личные пожиратели времени. Это внутреннее такое состояние, которое я просто вам хочу сказать, что вот 12 лет я вот все это, знаете, смотрите, я не разделяла ответственность, я не делегировала, сама я все делала, да, я не позволяла себе ошибиться. Как это так, Наталья Ярославцева, что я могу ошибиться? Я должна лучше всех сделать, понимаете, вообще. Напряжение сумасшедшее. И, конечно же, значит, перфекционизм сделать лучше всех. Вы знаете, как сильно это напрягает, как сильно это мешает. Поэтому из личного опыта я могу сказать, чтобы вы экономили свое время для достижения финансовой свободы, разделите ответственность. Дайте людям, вообще доверяйте людям, делегируйте какие-то вещи. Пусть они делают ошибки. Но я могу сказать, что когда вы будете видеть сильные стороны в своих людях, доверять им, ваш бизнес будет увеличиваться и усиливаться. Позволяйте себе ошибаться. И можете признаваться в этом. И вас будут любить намного больше. Позволяйте себе не быть идеалом, а быть просто простым человеком. И вас будут действительно любить, уважать, оценить. Но самое главное, вы будете наслаждаться процессом и, естественно, получать результат. И у меня к вам вопрос есть. Скажите мне, пожалуйста, такой золотой главный вопрос в конце моего сегодняшнего вебинара. Как ни планируя, как вы думаете, прийти к результатам в бизнесе? Ответьте, пожалуйста. Как ни планируя прийти к результатам в бизнесе? Кстати говоря, благодаря перфекционизму, Полина, сохраняется не только порядок, но еще и напряжение. Вопрос выбора. Хотите ли вы порядок с напряжением или просто гармонию? Ну, смотрите, конечно, большинство ответов, а большинство ответов никак. Самое главное, чтобы планирование было вашей привычкой, была мотивация это сделать. И самое главное, чтобы вы знали, как получить свободу. И последнее, я еще раз напоминаю, если вы хотите открыть заржавевший кран, денежный поток, я даю вам в видеосюжете ярославцева.ком.пдп, то есть планирование денежного потока, инструмент, который позволит вам открыть этот кран. Буквально 15-минутное видео позволит вам научиться этим краном управлять и планировать. Это удивительная штука, которой практически мало людей, которые знают это, но как только вы начнете этим пользоваться, вы действительно начнете притягивать деньги к себе. Спасибо вам большое. С вами была Наталья Ярославцева. Я думаю, что что-то ценное и полезное вы сегодня получили. Но самое главное, это отношение к тому, что планирование это абсолютно не скучная тема. Это очень хороший инструмент достижения свободы. Спасибо вам большое. Всего доброго и до встречи.